Это Михаил Дорошевич, который представляет Беларусь, который может поделиться опытом решения вопросов местного значения в этой стране. Еще знаем, Михаил? Так, я с вами. Я тогда вам передаю слово. Пожалуйста, у вас есть 5 минут. Расскажите, пожалуйста, как у вас это все работает? У нас работает... Во-первых, огромное спасибо за возможность поучаствовать в такой интересной и длительной конференции. Ваш опыт бюджетов участия бесконечно и бесценен для нас, потому что, к сожалению, эта опция еще не доступна в Беларуси. Но мы стараемся о бюджетах участия как можно больше говорить. И я вот о том, что важно бюджетное участие и региональное развитие, говорится в частности вот теми фактами и слайдами, тремя слайдами вот в рамках этих 5 минут, которыми я бы хотел поделиться. Мы проводили вот в Болтик интернет-полисе инициатив и офис европейской экспертизы и коммуникации, проводили прошлым летом осенью исследования про отношения к общественным организациям и инициативам, и темой у нас был потенциал участия. Сейчас я постараюсь перепоказать вам самый ключевой и самый интересный слайд из этой презентации. Я в чатике кину ссылки тем, кто захочет ознакомиться, кому будет любопытен наш белорусский досвид в этой области. Сейчас я пытаюсь найти презентацию. Сейчас, секунду. Так, я думаю, виден ли у вас этот слайд? Да, да, видно. Отлично. У нас в исследовании был вопрос, кто, на ваш взгляд, должен решать и решает проблемы местных сообществ. Как вы видите, из левой колонки наибольшее ожидание, что местными проблемами местных сообществ должны заниматься депутаты различных уровней, потом местные органы исполнительной власти. Тут нужно отметить важную вещь, различие между Белоруссией и Украиной, тем, что в Белоруссии нету мэров, потому что у нас есть только исполкомы, то есть назначаемая власть. То есть есть формально, конечно, советы местных депутатов, но они не имеют тех полномочий, которые приняты для местного самоуправления. Как вы видите, совсем неожиданно меньше всего должны заниматься решением проблемы это местные жители, и вы персонально, но и, к счастью, церковь. А в реальности, кто же занимается, оказываются те самые общественные организации и инициативы, которые работают с местными сообществами, с регионами. А вот то, что поражает и поражает всех в Белоруссии, ну, это то, что депутаты различных уровней, от которых было самое большое ожидание от граждан, которые знают, что такое общественные организации и инициативы, они меньше всего занимаются конкретно местными проблемами. Это очень наглядно демонстрирует слайд с конверсией, показывающие тем, что больше всего ожидания у депутатов, а наибольшие всего работают общественные организации, сами те самые местные жители и уже средства массовой информации. У меня, как исследователей, у моих коллег и коллег, большое удивление, требующее дальнейшего понимания, и вот тут, опять же-таки, очень важен и интересен ваш опыт, о том, что в вопросах, касающихся доверия, участия в организациях, связанных с региональным развитием, у них, оказывается, очень низкий уровень среди, был среди респондентов. Ну, и мы в дальнейшем будем, как бы, больше думать, что с этим делать, потому что я сам и моя общественная организация как раз верят и видят будущее в работе с местными сообществами. Мы всячески рады и готовы популяризировать ваш опыт в области бюджетов участия. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать сегодня вам. Спасибо. Спасибо вам большое, Михаил. Думали, у вас опыт взять, а вы у нас будете перенимать. В любом случае, отлично. Спасибо большое. Думаю, общественные организации в любом случае вам помогут, и наши организаторы в том числе. Я смотрю, сейчас вопросик был в части, даже просьба, чтобы вы предоставили исследование. Конечно, конечно, сейчас я в ссылке на исследование и вот публикации, которые делали. Мы еще сделаем аналитический отчет на русском и английском языке, и я в дальнейшем буду очень рад с вами иметь поделиться. Спасибо большое вам. Спасибо.